Качество медицинских услуг, доступность лекарственных средств и своевременная лечебная помощь нуждающимся. Ответы на эти вопросы получили представители средств массовой информации на встрече с руководителем Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Ниналь Семяшкиной. О самых больных темах расскажет Любовь Пермякова. Вопросов у журналистов округа к руководителю Департамента здравоохранения накопилось много. Качество оказываемых медицинских услуг в округе страдает. Большие очереди, невозможность попасть вовремя к узким специалистам. Эти проблемы, по словам Ниналь Семяшкиной, связаны с тем, что окружные врачи занимают порой несколько ставок. В рабочее время можно отрабатывать максимум за 6 часов в рабочее время медицинского работника в день, не более чем полтора ставки по совместительству. За всю остальную работу работники должны отрабатывать дополнительное время. С моей точки зрения, абсолютно справедливое требование руководителя, организующего работу. Потому что если принимать в течение 6-6 часов в 2-3 раза больше больных, то здесь либо будут страдать качества, либо будут приписки. Решить проблему с нехваткой врачей позволит обращение в Министерство здравоохранения. Туда от округа уже отправлена информация с просьбой посодействовать в привлечении кадров. Обеспечение поликлиник и больниц специалистами позволит пациентам выбирать лечащего врача. Сейчас бывают ситуации, когда человек, прикрепленный за одной поликлиникой, просит записаться на прием к специалисту в другое лечащее учреждение, но получает отказ. Значит, вы должны написать заявление о том, что вы желаетесь прикрепиться к конкретному медицинскому учреждению. Ваше заявление рассмотрит, и ваша информация о том, что вы прикреплены, будет направлена без вашего участия. Вы пишете заявление, например, вы хотите заявиться в искательскую поликлинику. Написали заявление, искательская поликлиника сама направила информацию в страховую компанию, в фонд и в больницу, где раньше были, о том, что вы прикреплены к ним. Но если выбрать кандидатуру врача можно, не всегда к этому врачу можно попасть. Вот пример. Сделать плановое УЗИ для пациентов в округе стало проблемой. Ожидание длится порой три месяца. Проблемы здесь, по словам руководителя департамента, не в качестве, а в количестве. Количество врачей УЗИ настолько, сколько положено население. У нас население делает около 70 тысяч единиц УЗИ. То есть количество выполняемых УЗИ исследований, оно тоже громадное. Но я почему и говорю. Вопрос именно организации доступности для конкретного амбулаторного больного проблема. То есть количество сделанных УЗИ у нас очень большое в округе. Больше, чем в среднем по России. Тема медицины не обошлась без обсуждения темы лекарственной. Нинецкий округ вошел в число пяти регионов с самыми дорогими лекарствами. Мониторинг цен на лекарственные препараты в 85 регионах страны провели активисты Общероссийского народного фронта совместно с общественной организацией «Женщины бизнеса». Для проверки было выбрано 14 безрецептурных препаратов российского производства, необходимых для оказания первой помощи при различных заболеваниях. Стоимость этих медикаментов от 6 рублей до 69. Так, например, стоимость корзины лекарственных средств Бурятии составила 440 рублей. Наряду с республикой в рейтинге также оказался и Пермский край. Здесь стоимость корзины составила 373 рубля. Корзины с самыми дорогими лекарственными средствами оказались в Томской области 790 рублей и в нашем округе 773 рубля. Мы ежемесячно проводим мониторинг всех аптек. Могу заверить чётко, что по нашей государственной аптечной сети, которая имеет возможность воспользоваться всё население округа, она есть в каждом из разных пунктов. У нас много аптек нашей низкой компании фармации в Мариумаре. Там у нас есть ценовое предложение по всем жизненно важным направлениям, как дешёвое лекарство, средняя ценовая категория и дорогая категория. В целом Нинель Алексеевна отметила, что система здравоохранения с каждым годом совершенствуется. Напомним, что Нинецкий округ лидирует в рейтинге состояния здравоохранения в регионах России, который составил Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов в прошлом году. Показатель обеспеченности населения больницами в Нинецком округе ошеломил даже авторов рейтинга.